Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться. Значит, у вас есть две основные, на мой взгляд, проблемы. Первая проблема – это то, что вам неприятно поведение вашего мужа. То есть оно вас задевает, оно вас напрягает, оно выводит вас из душевного равновесия, да? И вторая проблема – это то, что вы не знаете, что ему сказать. Ну просто вот вы не знаете, что сказать мужчине в ответ на его такие вот, собственно, загулы, да? Вы не знаете, как вам вообще на это реагировать и так далее, и так далее. То есть вы задаете нам вопрос о том, что ему сказать. Значит, первое, первое – это то, что вам неприятно. Значит, вы говорите, что вот мне неприятно, что он не меня не везет заранее о том, что, значит, будет гулять. Я вас, конечно, не понимаю, но подумайте вот о чем. Что если у него не было нормойности? Вас предупредить. Что если у него не было времени, чтобы заранее скоординировать? Что если друзья, как вам сказал мой коллега, собираются вместе не по планам каким-нибудь заранее установленным, а что если его друзья собираются все-таки именно вот как-то спонтанно? И что в таком случае делать молодому человеку? На самом деле, хорошо, что он вас предупреждает, потому что мог бы и, в общем-то, не предупреждать вообще, мог бы и вам не говорить, так, кстати, многие мужчины поступают, а ваш муж хотя бы предупреждает вас, да, заранее, но как ему становится известно, что они идут, так он вам об этом не говорит. Разве это не здорово? Это первый момент, о котором я хотел бы вам сказать. Далее, значит, теперь конкретно, почему вас задевает то, что он, значит, вас не предупредил. Вот прямо, конкретно, если можно по факту, попробуйте объяснить, почему вам неприятно, что мужчина вас предупредил, ну, скажем так, недостаточно заранее. То есть, он вас предупредил, но недостаточно, недостаточно. Это первое. Тут это второе. Почему вам неприятно? Вот вы говорите, что, значит, как кажется, мне это очень не нравится. Почему не нравится вам? Ведь это вам не нравится, это вам не нравится ведь, понимаете? И, соответственно, если это не нравится вам, то нужно понимать, что если это не нравится вам, то проблема это то, что вам не нравится. В первую очередь, она ваша, к сожалению. Это не проблема молодого человека на самом деле. Вот. И желательно, желательно бы, чтобы вы это учитывали обязательно. Желательно, чтобы вы это учитывали. То есть, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что факт того, что вас задевает, это проблема ваша, не проблема молодого человека. Понимаете, о чем идет речь, да? Я надеюсь. Хорошо. Значит, старайтесь определить для себя, что именно вам не нравится. И сказать ему именно о том, что вам не нравится. Сказать именно о том ему, чем вас задевает его поведение. Понимаете? Именно это сказать, чем задевает его поведение вас конкретно. А не то, что вы ему как-то говорите, что вот, гуляем раздельно и так далее, и так далее, и так далее. Это немножечко не то. Все-таки говорить нужно о себе в первую очередь. Вы говорите, что я хочу, что мне нужно, что мне необходимо. Понимаете? Вы, как бы, посягаете на молодого человека, на своего, ну, на его личное пространство, как бы вы посягаете, и вы, как бы, ну, не позволяете ему быть тем, кто он есть. То есть, то есть, вы, ну, вы не позволяете ему реализовывать себя, как бы, с вами. Понимаете? Вот он хотел бы, да, он хотел бы, он хотел бы, там, например, там, ну, скажем вот, что, он хотел бы, допустим, гулять, да, со своими друзьями. Потому что, значит, ну, потому что ему нужно проводить время не только с вами, да, но и с друзьями. Вот. И это единственная его потребность. Какая вот. Это единственная его потребность. А вы, как бы, ему этого, ну, не позволяете делать. И, естественно, что молодому человеку, может быть, это неприятно, и вы будете таким образом его отталкивать. Потому что он не может своим друзьям сказать, так, мы теперь с вами сыграемся только по расписанию, только по, значит, ну, по заранее установленной договоренности. Вот. Если он скажет так своим друзьям, ну, очень может быть, что друзья его просто из своего круга исключат. Вот. Это тоже нужно понимать. Вау. Также нужно понимать о том, понимать еще и то, вот, что конкретно вы теряете в этой ситуации. То есть, если, если вот, например, вас это задевает, если вы, если вас это напрягает очень сильно, то что конкретно вы для себя теряете? Что вы упускаете через, ну, через подобное поведение, через подобное, подобное отношение своего мужчины, да, к вам и так далее. Вот. То есть, это тоже такие очень важные моменты. И, соответственно, как я надеюсь, вы уже поняли, да, вам нужно это и сказать своему мужчине, что вот ты знаешь, дорогой, в общем и целом я не против, чтобы ты гулял. Ну, я хотел бы, чтобы, ну, чтобы у тебя было такое там свободное время, чтобы у тебя были свои, там, дела и прочее, прочее. Вот я не против, в основном, вера. Но! И ты, пожалуйста, попытайся понять такую вещь, что, когда ты поступаешь так, я и дальше вы говорите о том, что именно вы испытываетесь, о чем именно вы переживаете. То есть, например, я чувствую себя, допустим, брошенным, я чувствую себя, допустим, там, какой-то ненужной, да, и так далее, и так далее. То есть, вам нужно вот именно это и ему сказать. То есть, сказать, чего конкретно вы хотите. Сказать, что конкретно вам нужно в этой ситуации. Понимаете? Понимаете? Вот. И, как бы, соответственно, именно этот момент, именно в этом контексте необходимость, чтобы вы двигались. Понимаете? Чтобы именно в этом контексте вы старались работать. И молодому человеку нужно сказать именно об этом, что вы не удовлетворены, что вы что-то теряете, что вам что-то не нравится, вам неприятно, потому что вы, как бы, ну, потому что вам чего-то не хватает. То есть, понимаете, да, что, если вам чего-то не хватает, если вам чего-то не хватает, то нужно это получать любым способом, как бы, ну, абсолютно и совершенно любым способом. Вот. И, как бы, момент-то именно в этом заключается, чтобы вы говорили о том, чего хотите вы, а не то, что, по вашему мнению, да, должен делать парень. Что, по вашему мнению, как бы, как, по вашему мнению ему следует поступать. Чтобы он чувствовал, что вы говорите с ним о себе, что вы не говорите с ним о нем, а то именно вы говорите с ним именно о себе. И это важно, как раз, это очень важно, как раз, чтобы вы говорили о себе. Поэтому он придет, и мы ему спокойно говорите о том, что, прости меня, дорогой, я не подумала, когда, ну, когда вот так, значит, сказать, когда так сказал, вот, прости, просто мне не хватает. Просто мне не хватает чего-то, мне не хватает чего-то, мне не хватает там, например, там, допустим, досуга, мне не хватает там, например, чего-то еще, да, то есть вот такие моменты нужно для него донести, вот, и, в принципе, в принципе, это вот то, что вам нужно сделать, дабы не разрушить, дабы не разрушить брак, между вами, вот, потому что, ну, очень же легко вы можете, очень же легко вы можете все разрушить, на самом деле, очень легко можно потерять мужа, только потому что вы запрещаете ему быть собой, очень легко потерять его, только потому что вам будет, ну, что он будет вас как-то, он будет как-то бояться вас там, и так далее, вот, кстати говоря, может быть, именно по этой причине он вам и не рассказывает ничего, ничего, то есть изначально не говорит там, что вы будете против, значит, что вам будет неприятно, вот, понимаете, в какой момент, да, понимаете, какая, какая, какая вот, ну, ситуация, так, понимаете, в чем дело, вот, вот этот вопрос доверие, насколько он доверяет вам, и насколько вы доверяете ему, вот, я думаю, что, вот, я думаю, что именно, именно так можно вам ответить на этот вопрос, то есть еще раз, говорить нужно исключительно только о, значит, говорить нужно о себе, о том, чего вы хотите, и не говорить о том, что должен, по вашему мнению, делать он, это деструктивная позиция, вот, на этом все, надеюсь, помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!